Здравствуйте, администрация Полаковского муниципального района. Мы по поводу приглашения вас на межведомственную комиссию по факту регистрации объекта недвижимости. Вы спуститесь к нам? Оставьте в ящике. Александр Иосифович, может вы спуститесь? В ящике оставьте. Дома, в дверь которого стучались участники рейда, по документам не существует. Хотя в реальности красивое строение, жилое и вполне достроенное. Его владелец более 10 лет назад начал строительство. А по закону спустя 10 лет после этого необходимо узаконить здание. Однако некоторые граждане не хотят этого делать. И получается, живут в домах, которых нет. Видно, что дом-то давно построен. Понятно. И благоустройство все выполнено. Еще раз нажмите на кнопку, пожалуйста. Дом стоит, свет горит. Видно, что хозяева дома. Однако они не торопятся открывать ворота представителям администрации. Так же, как и остальные владельцы домов-призраков. В ходе рейда комиссия посетила несколько объектов. И по всем признакам их хозяева были дома. Во дворе стояли автомобили, окна были открыты, где-то горел свет. Всем хозяевам неоформленных домов оставили уведомления с приглашением на межведомственную комиссию. Согласно Городостроительному кодексу, срок строительства объектов индивидуальной жилой застройки определен 10 лет. Но многие граждане после этого срока не спешат регистрировать свои объекты с целью неуплаты налога на имущество физических лиц. В городе Балакова с 2010 года выявлено 86 таких объектов, строительство которых истек более 10 лет назад. Администрации постоянно проводятся работы по выявлению таких объектов. И уже 69 домов собственники зарегистрировали. И налог на имущество физических лиц таких объектов уплачивается в бюджет города Балакова. С 1 марта 2018 года прекращается действие так называемой дачной амнистии. Поэтому на объекты, не оформленные в положенный срок, будет сложнее получить документы. Не исключено, что некоторые постройки необходимо будет оформлять даже через суд. Каких-либо административных рычагов на данных людей не существует. Но плюсы оформления в собственность объектов жилищной застройки. То, что объекты жилищной застройки юридически и государственно закрепляются за данным человеком. То есть регистрируются права собственности на данный объект. После того, как права собственности будут зарегистрированы, можно производить какие-либо операции по отчуждению объекта. Продажа, дарение. Также можно данный объект заложить при оформлении кредита. Но что немаловажно, этот объект может войти в наследственную массу для наследников. Пока же представители администрации действуют уговорами. И иногда это даже помогает. Однако некоторые граждане все же предпочитают жить в неоформленных домах, экономя на налогах.